друзья хочу вам показать как я сегодня припарковалась на штраф первый штраф за всю мою карьеру значит прежде всего вижу что заезжаем с одной стороны и знака стоянка запрещено нет ты заезжаешь и не видишь его смотришь как водитель на другую сторону там знак конечно есть а ты въезжаешь вот с этой стороны и далее ты прекрасно видишь что парковка забита вроде бы как никому не мешаешь останавливаешь машину написано зона парковки мобильное паркование вот и теперь я вам хочу показать какая сумма штрафа с этим мы будем разбираться куда они идут понятно с этим короче надо еще разобраться но друзья чтобы знали вот они ссылаются на какую статью статья 122 часть 1 вот и сумму они мне озвучили 5000 вот они все пишут реквизиты до сумма у них написано пять тысяч триста пять тысяч триста сорок восемь гривен 80 копеек конечно можно повозмущаться можно платить но будем отбивать это все заплатим только 100 гривен за парковку так как оно должно быть потому что знаки установлены неправильно сейчас посмотрю двигаются эти знаки или нет потому что когда он делал фото понятно что он поворачивал знаки к себе еще что хочу рассказать когда я останавливалась на противоположной стороне стоял человек красной куртки и так внимательно смотрел на мою машину видел как я выходила как я снимала шубу одевал одевала курточку смотрел очень долго смотрел мне вслед нет подойти и сказать здесь парковка запрещена на таком таком основании но еще разберемся с этими знаками кто им давал разрешение и кому они мешают если с одной стороны знаки может быть могут мешать кому здесь можно мешать когда там блоки стоят и строится метро центральная непонятно кому это может мешать вот и надо разобраться куда конечно эти деньги пойдут если эти деньги пойдут в бюджет и помогут кому-то тогда еще можно и заплатить но если за эти деньги филатов полетит в космос или очередной мэр днепропетровска в космос его супруга тоже полетит их не полетит закарпатье так как они делают а вот что за то в сервис парк группы куда эти деньги идут вот очень много вопросов очень много не до недочетов понятно что сейчас мы посмотрим где где стоит этот знак этот знак стоит вот здесь так вот таким образом когда отсюда заезжаешь вместо того чтобы сделать дорогу наша наша власть может быть и ваша друзья может быть и у вас точно также в городах потому что мы живем в украине вместо того чтобы делать дороги вместо того чтобы делать парковки поскольку эта парковка была забита они разрисовали просто одну сторону разрисовали написали то в парке мобильное паркувание отдали этот разрисовали одну полосу также легче полоса разрисованы написано что там мобильное паркувание это по всем абсолютно сделано везде по всем дорогам но вот интересно то что вот тот человек который видел что я парковалась он как крыса спрятался увидел когда я ушла это говорит о том что некоторые есть крысы а некоторые есть люди подходят и говорят ну вот посмотри вот вот стоит знак мы его недавно установили а этот как крысенок смотрел смотрел на меня я убежала он выписал штраф и гайднул я его уже два часа здесь жду чтобы с ним поговорить но его нет вот из вот из-за таких шестерок некоторые и собираются летают в космос из-за таких шестерок некоторые берут оружие и воюют я говорю о том что простые люди не живут не живут из-за живут просто честно и нормально а вот такие шестерки которые шестерят подлизывают всем зады это это я хочу сказать и о тех которые при власти потому что имеют власть в руках забыли что они люди этот вот каждая маленькая пипетка хочет быть так сказать большой клизмой он сидел вот там вот в стороне смотрел смотрел на меня прятался как вот вместо того чтобы подойти ко мне и сказать потом тихомолочку выписал я его уже два часа жду его нет ну трусливая шестерка ну что сделаешь такова жизнь друзья такова жизнь жизнь нас учит преподносит нам сюрпризы будем с этим разбираться возьмем адвоката и пойдем с ними бороться посмотрим как это все получится вот я понимаю что понимаю что у них крутятся большие деньги у нас малые но ничего мы люди мы люди а вот такой вот урок друзья это то что я хотела вам рассказать как я сегодня припарковалась на 5000 гривен вот и какие дальше у нас планы как мы будем как мы будем это все либо заплатим либо нет разберемся кто такое то в парке групп откуда он взялся почему не делаются дороги почему не делаются нормальные парковки почему некоторые ну это вопрос к вам если кто-то хочет напишите почему некоторые живут нормально честно некоторые шестерят зачем это им неужели так хорошо быть хитрым прятаться и все остальное но вот вот так наверное это все зависит от харизма человека один трусливый а другой честный и нормальный друзья кто хочет поддержать мой канал пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки пишите свои комментарии рассказывайте как ваших городах работает власть и вот такие подобные шестерки я больше чем уверена что существует везде и в киеве и в харькове и в одессе и везде есть вот такие вот которые трусливо прячутся потом выскакивают как шавки как как эти собаки называются друзья напомните мне напишите как ладно не буду говорить все забыла вылетела с головы потому что куча эмоций ладно эмоции мы забрали кулак и просто-напросто теперь работаем 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 и работаем все друзья всем хорошего дня хороших эмоций прекрасной погоды и подписывайтесь на мой канал пишите ваши комментарии пишите ваши комментарии будем на связи хорошего дня всем пока пока